Я хочу сказать спасибо за возможность быть сегодня на этой сцене и делиться с вами идеями то, что я делаю, и про то, как мое видение технологии и традиции могут создать изменения. Потому что я недавно обанкротился, я думаю, это будет очень кстати. А, это традиция. Одесса для меня любимый город. Тут когда-то я влюбился, встречал новый год, а в прошлом летом мы делали маленький тимбилдинг, когда только начинали наш проект по продвижению стрит-арта. Именно потому что я люблю этот город, я вам предлагаю сделать революцию в Одессе. Может быть, вы читали на сайте или на моем блоге. Я родился и вырос в Молдавии, но где-то год назад я решил поменять свою жизнь, я начал путешествовать по Европе. У меня был конкретный проект, мы хотели и продолжаем развивать платформу. Такое местечко в онлайне, где художники и формалы приходят, показывают свои проекты и работают с другими художниками, чтобы создавать что-то новое. Вот я искал ресурсы, людей, информацию, спал на вокзале, очень интересно. Я пришел к выводу после разных событий, встреч с музыкантами, художниками, что мы находимся в самом начале того, что позже люди назовут арт-революцией. И в большинство случаев это стрит-арт, то есть то искусство, которое происходит на улице, неформально. Почему это произойдет, это не опция, это по-любому произойдет. Но чтобы понять почему, я вас приглашаю на маленькую искусству в прошлое, человечество и вообще искусство, и в будущее, чтобы понять, где мы находимся сейчас и как можно это использовать, чтобы менять Одессу, чтобы делать этот город примером для всей Европы. Если вы думаете, что эти рисунки, которые вы видите в городе, граффити, это что-то, что люди создали в прошлом веку или в настоящем, вы удивитесь, что этой картинке, которая и есть в граффити, более трех тысяч лет. Но даже это не показывает настоящую историю неформального искусства, потому что есть такие работы, которые более сорока тысяч лет. То есть мы видим, что изначально, в начале нашей цивилизации, у них была потребность общаться, выразить свои эмоции, жизненный опыт с помощью искусства. Позже, когда у нас развиты империи, общества, у искусства уже роль быть как исторический документ, передавать какие-то знания будущим поколениям или развлекать тех, у которых есть статус или деньги. В это время развивается еще театр, поэзия, музыка, но есть такое маленькое движение тех, которые... Они развивали театр на улицах, они делали стрит-камеди, они так критиковали то, что происходит в реальности, в этом обществе. Я предлагаю вам запомнить формальное искусство и те, которые делают это на улице. В настоящем времени искусство и даже образование — это зеркало нашего общества. Мы можем видеть то, что мы переживаем, как мы развиваемся, как мы любим, как мы страдаем. Мы можем видеть это в кино, в театре, в арм-галерее и так далее. И есть группа тех неформалов, которые рисуют, которые делают перформансы на улице. Их еще не признали как артистов, но они меняют мир к лучшему. Чтобы понять, где этот тренд будет развиваться в будущем, мы можем делать шаг назад и использовать то, что открыл в прошлом веке Николай Кондратик. Может быть, вы знаете этот концерт «Волны Кондратиса». Это концерт, который говорит, что каждые 50-60 лет развивается новый тренд, который полностью меняет то, как мы развиваемся как общество, экономика, города, страны, социальные идеи, может быть, даже религии. И мы точно знаем, какие тренды были за последние 200 лет. Это массовая продукция, это транспорт, это энергия, мобилити и настоящая технология. Это информация, доступ и шер информации между нами. Какой же следующий тренд? Ну, я не знаю. Но к счастью, есть такой чувак, очень умный, который делал очень много исследований. Он немец. И он называет следующий тренд, как smart connection или умные связи. Это произойдет по расчетам Николая Кондратева, который в другом мире уже. Это произойдет где-то через 20-30 лет. Это не так далеко. Это время, когда ваша машина будет связана с другими машинами на улице и с вашим компьютером. Это когда ваш смартфон и ваша кофефарка будут связаны между собой. Это когда инфраструктура Одессы будет связана с инфраструктурой Парижа или Мадрида. Это когда ваш маленький клуб любителей шахмат будет связан с такими же клубами в разных городах и будет активно общаться. Это произойдет по нескольким принципам. Вы видите тут этого самого черного. Его имя Матяшкоркс. Вы можете поискать в Google. Найдете очень интересные работы. И это те составляющие нового тренда. Самые большие из них это Human Resource и Cultural Industries. То есть искусство и люди. Это самые большие составляющие нового тренда. Если вы хотите делать какой-то бизнес, технологии еще будут там, конечно, но искусство и люди станут на первое место. Принципы развития этого нового тренда – это наше будущее. Такие. Все, что будет создаваться как проект, искусство или даже бизнес, или даже проект реформы какой-то, он будет опыт, то есть открыт, как open source. Он будет открыт для людей. Если люди почувствуют, что там есть ценность, value, они заплатят за это. Если нет, то нет. Все проекты, которые будут развиваться, будут сфокусированы на маркальной традиции, не знаю, там, истории и так далее. То есть даже если большая компания будет создавать какой-то продукт, скажем, кетчуп, он будет делать маркетинг и даже вкус для конкретного города с конкретными маркетингами и так далее. Эти маленькие комьюнити, они будут связаны между собой. Активно общаться, менять опыт и влиять на те, которые предлагают продукты или формы. Эти новые проекты, они будут очень открыты к новым экспериментам, изменениям. И те, которые не смогут обучаться достаточно быстро, не смогут быть частью новой системы. И, конечно, для меня, может быть, самое интересное – это неформальный образ развития этих новых проектов. То есть бюрократия как-то упадет, и люди вернутся обратно к какому-то персональному ценностям и кодексу чести. Готова ли Одесса стать городом, который свяжет между собой этих художников, этих креативных людей, даже бизнесменов из разных уголов этого мира? Для этого нужно поискать какой потенциал, какие ресурсы есть сейчас в Одессе. И мы сделали этот маленький ресерч на прошлой неделе. Простная страничка в интернете показывает, что в Одессе сейчас есть более тысячи арт-работ. Это только рисунки, которые на улице. Только то, что вы можете увидеть сейчас, гуляя по улицам Одессы. Это уже показывают традицию, какой-то тренд, что ребята креативные, ребята рисуют, они хотят выразить свои идеи. Но это только маленькая часть того, что означает искусство в будущем. Можете себе представить любимый уже символ Одессы, символ города. А 30 или 50 художников со всего мира приходят за свои деньги и делают эту лестницу, превращают ее в версию 3.0, 5.0, 2.0. Что-то типа такого. Это Либан после войны. Ребята просто пошли по улицам и начали рисовать свой город, делать его более красивым. Вы можете сказать, что это вандализм, символ города, традиция. Но вы можете остаться с этой традицией и иметь любимую лестницу в Одессе. Или сделать ее любимой лестницей в Европе. И иметь каждый год тысячи или миллионов туристов, иметь с этого результат. У вас есть и в Украине есть замечательные ребята. Это группа интересных красок из Киева, которые путешествуют по всему миру. Они рисуют и они делают эти города красивыми. У них есть маленький нюанс, они изучают как бы традицию страны и они делают какую-то сказку с персонажами из этой страны, из этой культуры. Представьте себе, вы гуляете по бульвару и вместо уже красивых, простеньких, зеленых деревьев у вас есть такая аллея. Это ручная аэропорта, это красиво, это позитивно. Вы можете гулять по улице, где яма, а можете сделать из этого красивый момент для тех, которые работают там. Вы можете гулять по какой-то улице заброшенной и увидеть там позитив. Кстати, один сайт был частью представления в Кишиневе. Это показывает, что в Европе, даже в Восточной Европе, активно люди думают о том, как украшать свой город этим типом искусства. Но сегодня я хочу говорить не просто о рисунках, не просто архитектуре города, но все, что означает искусство в этом новом тренде. И представьте себе все направления искусства в одном городе, который радикально открыт для этих людей, чтобы они творили свободно, на улице, там, где они в реальное время получают обратную связь от жителей этого города. Это город, в котором люди задают поэзию. Это город, в котором люди рисуют свободно в своем творике, на улице. Если думаете, что это может расти в вандалист, это не так, потому что люди решают, что красиво и что нет. Если что-то будет неприятно для других в этом обществе, они просто покрасят это белым цветом или что-то другое. Это город, в котором вы гуляете по улице, а там музыка, разные стили музыки. Артисты из разных стран, которые развлекают горожан и туристов, которые путешествуют за свои деньги. Это фотопроекты, это документальные фильмы, это театр. И, конечно, если все эти будут развиты, появятся и предприниматели, которые должны создавать услуги и продукты для тех, которые путешествуют, кто хотят это увидеть или творить в этом городе. Это технологии, которые остаются и будут фундаментом тех Smart Connections. И это архитектура города. Но я даже добавлю тут, насколько администрация города может становиться искусством. Насколько людям интересно участвовать в изменении этого города. Если это делать красочно, весело, тогда людям это будет приятно. У вас есть уже ресурсы. Где-то за 100 метров от шикарных отелей вот такая заброшенная улица, которая может стать бульваром, где рисунки, где музыканты, где могут гулять каждый год миллионы туристов. У вас есть терраса в самом центре города, где можно быть убийцей. Но есть ли люди креативные, которые такие местечки делают более красочными, веселыми, используют то старое, что есть, традиции, чтобы сделать что-то новое и приятное? Чтобы не говорить просто о каких-то концертах и идеях, мы решили сделать маленький эксперимент. Просто сделали фотографии в TEDxCraftMandy, поиграли в Photoshop, добавили позитивные фразы, распечатали их, потом повесили это в город. Это было очень интересно. Это, конечно, небольшое искусство. Это было сделано за один день. Но мы надеемся, что кто-то завтра или сегодня гуляет по улицам Одессы, улыбнется из-за одной такой любви Одессы. Это после Пушкина. Какие же результаты для Одессы, если она станет радикально открытым городом для художников? Первое. Представьте себе общество, которое видит каждый день на улице искусство. Они слышат песни, театр, новые идеи. Это общество, которое открыто для новых идей. И даже кто-то из общества, но он художник, придет и скажет, давай сделаем это в Одессе. Общество уже придут, что это нормально меняться и создавать новые проекты. Это интересно. Второй результат, даже сказал, очень важен для будущего Одесса. Это город, известный на международном плане ради туризма и то, как он себя продвигает. Представьте себе тысячи туристов, которые приходят, творят тут что-то красивое, а потом делают фотографии или документальные фильмы и сами делают пиат для этого города. Они сами пишут об этом, ставят это в социальные сети. Это для бюджета города, это очень малые деньги. Может быть, помочь им какими-то красками и все. И последний результат, может быть, критически важен для будущего поколения. В городе, где есть новые технологии, такие компании, которые вы слышали уже. Когда есть художники со всего мира. Когда общество открыто к новым идеям. Когда есть туристы, которые делают инвестмент. Это означает, есть работа, есть предпринимательство. Возникают такие идеи, как создать свою семью и будущее для детей здесь, в Одессе, в этом городе. Я продолжаю развивать этот проект. Я надеюсь, что мы сможем повлиять на больше городов и создавать такие открытые общества. Мой вопрос к вам. Готовы ли вы сделать это в Одессе? И вы предпочитаете жить только с традициями. Потому что это отлично. Красивый город, архитектура, традиции. Но вы можете остаться с этим и стать туристами для других городов. Я желаю всем нам Одессы, которую вы любите. Которую мы все заслужим. И которая может стать красивой, колоритной и инновативной. Если вы захотите что-то сделать в этом направлении, я всегда буду рядом и рад вам помочь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...